От Хаус оф Аму… От Хаус оф Амуаш. Итак, что делает аромат сексуальным? Это какая-либо определенная нота или комбинация нот? А может яркость аромата? Давайте взглянем на Уома от Валентина. Это отличные духи, и многие считают их сексуальными и привлекательными. Но он вообще даже близко не добрался до моего топ-10. Итак, кто прав, кто нет? Какой секси? Господа, люди пытались разобраться в этом уже тысячу лет. Самый сексуальный аромат для вас будет тот, который хорошо сочетается с вашей химией, и который нравится вам, и вы чувствуете себя уверенно вместе с ним. Давайте начнем, пожалуй, с сексуального восточного аромата, который относительно популярный и его легко найти. Это Dolce & Gabbana The One. У меня тут и туалетная вода, и духи. Скажу сразу, что духи мне нравятся больше. Они более концентрированные и, конечно, стоят подороже. Туалетная вода тоже восхитительная. И если вокруг вас есть люди, то они будут притягиваться к вам, а это то, что вам надо. У Dolce & Gabbana The One верхние ноты это кориандр, базилик и грейпфрут. В середине идут имбирь, цветы апельсина и кардамон. А базовые ноты это янтарь, кедр и табак. Это замечательный теплый аромат. Он отлично подходит для зимы, чтобы сидеть возле огня и обниматься. Далее у нас два в одном. Это Versace Eros и Versace Eros Flame. Это потрясающие ароматы, и скажу, что мне они даже больше нравятся, чем просто Eros. Для Versace Eros топовые ноты это мята, яблоко и лимон. Сердцевина это бобы тонко, герань и амброксан. Базовые ноты это кедр, ветивер и дубовый мох. Если говорить о сексуальных духах, то вы всегда можете увидеть в списке Versace Eros. Да, это популярный аромат, но этому есть свои причины. Его легко найти, и это то, как выглядят хорошие духи. Versace Eros Flame у этих духов верхние ноты это померанец, лимон, апельсин, черный перец и розмарин. Сердцевина из розы, герани и перца. Базовая нота это ваниль. На моей коже мне очень нравится роза и то, как она сочетается с ванилью. Когда ты надеваешь такой аромат, и он вступает в реакцию, дамы, они... Скажу так, моя жена, она хочет меня съесть. В общем, это хороший аромат. Далее в моем списке сексуальных ароматов, и это не так уж просто найти. Это House of Amoage. И это Breaking Man, Interlude Man и Journey Man. Я прямо влюбился во все эти ароматы. Они просто... Они просто шикарные. И вот в чем прикол. Если вы не знаете историю House of Amoage, дело было так. Султан Амана сказал так. Мне не важно, сколько вы потратите, но приведите мне лучших парфюмеров мира, и используйте лучшие ингредиенты, и создайте такие духи, чтобы мы появились на карте. Лично мне нравятся такие вот истории. Но вот какая фишка с этим брендом. Посмотрите на их цены. Сотни долларов за бутылочку. И как бы не очень хочется покупать их вслепую, а затем понять, что они вам не нравятся. Далее у меня снова два в одном. Это Джимми Чумен и Джимми Чумен Интенс. Значит так, по некоторым причинам люди негативно высказываются по поводу этих духов. Все говорят, что в них нет ничего особенного. Их можно найти где угодно. Они не держатся. Я, кстати, не думаю, что это плохое качество. Вы реально хотите пахнуть одними духами по два дня? А это интенсия не просто золото. Я думаю, и немногие люди об этом говорят, это отличные духи для свидания. Итак, верхние ноты для Джимми Чумен это дерево, лаванда, мандарин, сердцевина, розовый перец, герань и листья ананаса. Базовые ноты это пачули, замша и янтарь. А для Джимми Чумен Интенс верхние оттенки из лаванды, дыни и мандарина. Средние ноты это полынь, черный перец и герань. Базовые ноты это бобы тонка, пачули и лабданум. Далее в списке это Bentley for Men Absolute. Это шикарные духи. У них хорошая цена, и за ними стоит очень интересная история. Верхние ноты это имбирь и красный перец. Средние оттенки это ладан, папирус и сандал. И базовые ноты это кедр, янтарь, уд и мох. Могу сказать, что у них очень богатый аромат. А история, которая стоит за ними такая. Это были Гуччи Пор Ом. Они перестали их выпускать, и тот парень, который их разрабатывал, он пошел к Бентли. И в результате мы получили те же самые духи, которые пахнут великолепно за меньшую стоимость. Далее в списке у нас Armani Coat и Armani Coat Profumo. Мне нравятся оба этих аромата, но я предпочитаю парфюм. Потому что они более яркие, как и должны быть духи. Но если для вас это слишком сильные духи, тогда можете взять себе Armani Coat. Они уже давно существуют, так что они себя зарекомендовали. В них есть что-то, что привлекает и девушек. Верхние тона из бергамота и лимона. Сердцевина из цветов оливы и гвояковое дерево. И база, придающая сексуальность. Это бобы тонка, кожа и табак. У Profumo верхние ноты состоят из мандарина, кардамона и яблока. Сердцевина из цветов апельсина, лаванды и мускатного ореха. А база из янтаря, бобов тонка и кожи. Что ж, перейдем к довольно знакомым ароматам. Это Dior Sauvage. У меня две версии. Это туалетная вода и духи. Если выбирать, то я выбираю парфюм. Я вообще считаю, что парфюм куда более сексуальнее и глубже. А может вам хочется чего-то полегче. И чаще всего туалетная вода идет по более выгодной цене. Суть в том, чтобы вы нашли то, что подходит вам и пробовали это. Этот парень разбирается в сексуальности и он делает отличные духи. Я думаю, что мог бы даже сделать список из лучших духов Тома Форда. Но я стремлюсь добавить разнообразие в этом видео и показать то, что легко найти. А также и цена может быть слишком высокой. Но Том Форд от Родсит я внес его в список. Он не для всех, но эти духи крутые. Кто-то из вас спрашивал меня про Black Orchid. Рекомендую ли я его? Эти духи, они вообще унисекс. Так что у них очень уникальный аромат. Вся идея этих духов заключалась в том, что, когда вы их пробуете, вы сразу понимаете, что такого раньше еще не встречали. Но значит ли это, что он классный сексуальный аромат для мужчин? Мой ответ, я бы сказал нет. Это классные духи, я рад, что у меня есть флакончик. Я использую его в определенных ситуациях. Но они точно не кричат о сексуальности. Когда я представляю себе сексуальность, то я думаю о мужественности, о силе, о том, чтобы быть собой, мужчиной. Как бы, что это значит для вас, вы сами определяете. Но для меня вот эти духи, они очень сильные. И точно они мне по душе. Далее в списке идут Спайс Бомб. У меня есть Оригинал Спайс Бомб и есть Спайс Бомб Экстрим. Какой подойдет для вас, ребята, надо пробовать оба. Но лично я не заметил прямо очень большой разницы между ними. Да, Экстрим держится чуть больше времени, но и Простой тоже хорошо справляется. Наверное, это из-за сезона, который сейчас вокруг меня, это зима. Эти духи, они теплые. Они тебя окутывают, они просто волшебные. У вас точно должны быть такие в коллекции. У Оригинал верхние ноты из бергамота, розового перца и грейпфрута. Средние ноты из шафрана, корицы и паприки. Базовые ноты из ветивера, кожи и табака. Так что да, кожа и табак. Когда эти духи раскрываются, это звучит круто. У Спайс Бомб Экстрим в верхних оттенках идет грейпфрут, черный перец и душистый перец. В середине корица, тмин и шафран. Базовые ноты состоят из табака, дерева, янтаря и черной ванили. Я понятия не имею, что такое черная ваниль, но она точно пахнет секси. Итак, мы поднялись довольно высоко в нашем чарте, и вы можете задаться вопросом. Почему у меня в списке есть Азара Уонтед? Эти духи никогда не были популярными, как того ожидалось. Я имею в виду, что у них очень крутая бутылка. Уонтед классные, а вот Уонтед Бай Найт они отличные. Эти духи я внес в свой список. Не помню причину, но я никогда не пробовал их раньше. Но когда я их попробовал, то понял, что они шикарные. Да, эти духи относительно обычные, но, повторюсь, это не означает, что они плохие. Что мне нравится в них, их можно найти даже просто в магазине и сразу попробовать. Но, ребята, Азара Уонтед Бай Найт – это отличные духи для свидания. Далее, от Хаос оф Кэрон. У нас духи Пур Ан Ом Де Корон. Да, я знаю, что я налажал с произношением, но, друзья, я стараюсь. Это очень интересные духи, они довольно древние. Я говорю о сотне лет, примерно столько времени, и эти духи уже существуют, и мужчины ими пользуются. Почему? Что в них такого? Потому что они делают свое дело. Очень интересная фишка – их можно использовать в несколько слоев. Когда их наносишь, то у них резкий сильный аромат. Затем можно использовать их повторно через несколько часов, а потом еще раз через несколько часов. Я слышал от многих людей, которые могут себе позволить очень многие ароматы. Они придерживаются именно этих духов. Это их любимчик. Я провел небольшие исследования, друзья. Очень интересные духи. Поэтому я и поставил их так высоко в своем списке. Потому что мужчины носят этот аромат с уверенностью. И я думаю, что они могут быть очень сексуальными. Далее в списке – Лянь Юи долем от Ив Сен Лоран. Они не очень сильные и не очень долго держатся. Ну, по крайней мере, на моей коже. Но могу сказать сразу, когда я их использую, я чувствую себя волшебно. Я чувствую себя привлекательным. Это классический аромат. Многие парни, ну, вы понимаете, это фирменный аромат. И если вы хотите использовать чуть больше, то вперед, потому что они стоят своих денег. Так что же выберу я лично? Я вам расскажу даже больше. Я скажу вам сразу два моих любимых аромата. Итак, Лемал Эссенс Де Парфюм. Если вы не знакомы, то скажу так, это чрезвычайно восхитительный аромат. У меня есть классический или Мал. И у меня есть Ультра Мал. Это очень крутые ароматы, я их очень люблю. Но вот эти, они все же будут чуть повыше. Они более утонченные, они более ясные и держатся дольше. Не хочу сказать, что те плохие, но в этих духах есть что-то такое, из-за чего я себя чувствую супер привлекательным и сексуальным. Но все же первое место я дам парфюм Де Морли Карлайн. Вот эти духи сейчас это мои самые королевские духи, особенно в зимний период. Они как теплые объятия. Они пахнут просто невероятно. Это как, если вы никогда не пробовали, поэтому я люблю духи. Я могу вам рассказать о всяких оттенках, но пока вы не попробуете, вы не поймете. Вам не будут говорить комплименты, пока вы не начнете использовать силу ароматов. Вы не поймете, какую силу они в себе таят и как они могут прокачать ваш стиль. О боже, Антонио, ты пропустил Крит! Знаю, ребята, я упустил много духов. Поэтому пишите в комментариях, что я упустил, или что я мог бы добавить. Или что вам понравилось, мне интересно услышать вас, ребята. И если хотите, можете посмотреть видео, как использовать духи, чтобы получать комплименты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!